Наш сегодняшний маршрут пройдет по набережной Петра Великого и дальше на улицу маршала Баграмяна. Этот район в Кёнигсберге назывался Ластаде. Впрочем, как только его сегодня не называют. Ластаде, Ластадее. Но по-немецки это будет все же Ластаде. С долгим и на конце. Возможен вариант Лаштаде, так как СТ в корне читается как Ш. Впрочем, я не лингвист, кто соображает в этом вопросе, поправьте. Ластаде был портовым районом еще с 14 века. Здесь выгружали грузы, доставляемые по реке. Район был узнаваем. Вахверкерные состройки стали своеобразной визитной карточкой довоенного Кёнигсберга. Но в наше время здесь располагается спорткомплекс «Юность» и недавно построен торговый центр в стиле Вахверкен. Улица маршала Баграмяна начинается после поворота от улицы Виктора Гегова. В Кёнигсберге она называлась Холиндербаумштрассе. Как связан знаменитый маршал с нашим городом? Судьба у маршала Баграмяна была непростой. Родился он в бедной армянской семье в 1897 году. Его знают сейчас под именем Иван Христофорович, но настоящее имя Аванес, а по-батюшски Хачатурович. В 18 лет Аванес пошел добровольцем на германский фронт. Воевал хорошо. Отмечали его храбрость и отвагу. Потом революция и Баграмян вступает в ряды армии Первой Армянской Республики, которая просуществовала до 1920 года. Затем переходит на сторону трудового народа и посвящает свою жизнь Красной Армии. Кстати, то, что он воевал в Царской армии, а потом за правительство Армении, припомнят Баграмяна в 1936 году во время чисток. Но карьера его была безупречная и он продолжил служить. До войны Баграмян учился военному искусству и, как все отмечали, стал грамотным офицером, способным планировать и разрабатывать военные операции. Правда, в начале войны весь теоретический опыт наткнулся на суровую реальность. Провал обороны Киева, катастрофа Харьковской наступательной операции, где он разрабатывал план, чуть не стоила ему головы. Но тут его спасает Жуков, отстояв от сурового решения Сталина. Баграмяну дают второй шанс и он его не упускает. Больше ошибок Иван Христофорович не допускал. А его командование 16-й армии было отмечено как успешное. 16-ю армию в 43-м году переименовывают в 11-ю гвардейскую. И Баграмян становится ее первым командующим. А после войны эта армия стала дислоцироваться в Калининграде. Вот так и получилось, что после смерти дважды героя Советского Союза, маршала Баграмяна, в 1982 году улицу назвали в его честь. Очень жаль, что в 1997 году 11-ю гвардейскую армию расформировали, передав ее участие в Болтфлот. Все-таки героический боевой путь, традиции, честь и слава, очень жаль. Пока я рассказывал о маршале Баграмяне, мы подошли к концу улицы. Здесь сейчас идет ремонт, делают второй двухъярусный мост. Но об этом как-нибудь я расскажу позже. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok